Да, я, вы знаете, вот хотел немножко именно об Одессе. Вот вы сказали там в разных городах по-разному, действительно вот об Одессе. Буквально на днях исполняется год, как господин Саакашвили возглавляет Одесскую областную государственную администрацию. Я прекрасно помню, какие были такие очень розовые ожидания от его прихода, какие были обещания, там инвестиции, дороги, там таможни и так далее. Начиная вот с того центра, который очень там странно строился и странно делался, он сегодня не работает, это центр административных услуг, и заканчивая всем остальным. Вот шутка, которая сейчас там в среде одесских пользователей сети, что господин Саакашвили доказал за год своего пребывания на посту главы областной государственной администрации, что эта должность практически не нужна, потому что с позицией как бы выполнения своих служебных обязанностей он не делал практически ничего. Он занимался партией, он занимался еще рядом других вопросов. Вот даже тему города, который он так, буквально вчера господин Саакашвили принял распоряжение, потом там они меняли то он, подписал то его заместитель, в отношении переименования улиц. Он додумался переименовать под законом декоммунизации улицу Белинского, человека, который умер на 1848 году и даже там, не то что Ленина, Маркса никогда не видел. При этом это сделано по всей области. До этого руки у господина Саакашвили дошли. При этом, когда он критикует, допустим, одесскую городскую власть, то он ее критикует за какие-то вещи, которые такие абстрактные. А то, что происходит в городе Одессе, когда Одессу застраивают просто в тупую, застраивают высотками, и происходит вообще абсолютный беспредел, господин Саакашвили сидит в своей администрации и рассказывает в телевизор на разные каналы о том, как нужно с этим бороться. Должность губернатора, я работал на разных государственных должностях, в том числе и на губернаторской должности. Она предполагает очень серьезные полномочия, которые ему даны. Господин Саакашвили их не исполняет. И если то, что мы видели вчера... У него были суперполномочия. У него были суперполномочия. Он их не использовал. И вот то, что происходило... Он назначал своего прокурора. Вот спросите у любого другого губернатора украинского на сегодняшний день, имеет ли он хотя бы близко такие полномочия, как Саакашвили? И хотел бы... Нет, этого близко нет. То, что происходило вчера в Одесской областной государственной администрации... У любого министра спроси, если так не правильно. Это вообще явное проявление того... Это, знаете, феерия всех рассказов про борьбу с коррупцией. В итоге открывают сейф, и вся страна видит, что там пачки долларов. Ну, как это назвать?